ссылку прикреплю но это тот закон который наверняка все не читали но по крайней мере когда голосовали на пеньках вот это вот по поправкам прочитать вот весьма интересное там поставьте на паузу или медленно там заодно посмотрите номер страницы какой вот видите да интересно помимо всего прочего конечно очень интересно что это мы играем в конспирологии до пункт 6 сами его прочитаете да ну так вот к чему я это открыл к тому чтобы вы после прочтения задали сами себе вопрос какой-нибудь интересный ну а помимо всего прочего вот сейчас все обсуждают про двойное гражданство там для чиновников и так далее и подписал его путин там и так далее и тому подобное да то есть не далее груди не на сняли с выборов вспомните по какой причине до этого вот как раз вот по этому закону который я показываю ссылку которым прикреплю там рекламировали что не допустим двойного гражданства чиновникам и так далее да то есть сегодня насколько я понимаю там пытается потапинка снега то есть хоть я с ним взглядами и по многом не совпадая но в принципе достаточно много интересного он говорит что стоит обдумать по крайней мере если уж не согласится но по крайней мере задуматься да то есть вот суд проходит чем закончится я не знаю потому что я здесь вне зоны интернета нахожусь да так вот когда большинство там проголосовало за поправки конституцию да то есть то соответственно это значит была воля народа чтобы у чиновников не было двойного гражданства как это объясняется в указе да то есть читайте я даже прикреплять него не буду но на основе всего это у меня просто возникает несколько вопросов и которые возможно возникнут у вас так вот является ли а а вопрос который возникает этот один из вопросов это тот по которому который звучит примерно так что является ли данный указ тем что путин противопоставляет себя изъявлению воли народа который проголосовал за то чтобы не было двойного гражданства ну и соответственно второй вопрос который возникает не стоит ли данному указу присвоить какой-нибудь чудесный народный слоган вроде указа предателей и так далее но это чисто мои вопросы я ни к чему не призываю но если соответственно сама мысль вам нравится то соответственно вводите термин в обиход пускай у нас будет такой конструкт ну и как называть того кто издает такие указы да ну конечно же президент российской федерации ну а тот пункт который я показал вам очень рекомендую всем все-таки взять и прочитать ссылку прикрепляю 66 страница пункт 6 все